Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте вам сегодня представить доклад на тему возможностей таргетной терапии, но уже при метастатической меланоме кожи. Несмотря на существенные возможности лечения меланомы в текущих наших реалиях, от данного заболевания ежегодно погибает более 60 тысяч человек по всему миру. И я прошу обратить внимание на показатели пятилетней выживаемости уже при диссиминированном заболевании, которые крайне низкие, составляют в среднем 12-15%. Важно отметить, что пациенты с метастатической меланомой распределяются в зависимости от локализации метастазов с учетом показателя уровня лактагидрогеназа. Ведь мы все уже давно знаем, что уровни ЛДГ являются маркером агрессивности метастатического процесса и фактором, влияющим на прогноз. Пациенты с повышенным уровнем ЛДГ имеют значимо худший показатель общей выживаемости по сравнению с пациентами, имеющими нормальный уровень ЛДГ. Значит, важно отметить, что когда речь идет уже о диссиминированном характере заболевания, то опции, которые у нас остаются, это только системная лекарственная терапия, таргетная терапия в зависимости от мутационного профиля и иммунотерапия PD-L, PD-L1, CTL 4 ингибиторами. Касательно BRAF мутации, что вообще такое BRAF? Это белок, который передает клеткам сигнал к росту и делению. При BRAF положительной метастатической меланомии работа белка этого нарушена, что приводит к чрезмерному и быстрому росту и делению мутированных клеток, к угнетению папдоза. Как известно, частота встречаемости BRAF мутации достаточно высокая, более 80%, и наиболее часто встречаемость данной мутации приходится на молодую группу пациентов от 30 до 40 лет. Также важно обратить внимание на то, что пациенты с мутацией BRAF обычно молодые имеют более низкую выживаемость по сравнению с пациентами, не имеющие мутацию. Что касательно таргетной терапии, которая может использоваться в лечении непосредственно метастатической меланомы кожи. В настоящее время существует три комбинации таргетных препаратов. Проводился ряд крупных исследований COMBI-V, COMBI-D. Это рандомизированные исследования третьей фазы по изучению комбинации доброфениба-траметиниба по сравнению с меморофенибом в морном режиме и доброфенибом в морном режиме у пациентов с нерезиктабельной метастатической меланомой. И еще одно исследование COBRIM, рандомизированная третья фаза, по изучению комбинации веморофениба и комиметиниба по сравнению с меморофенибом. Также у пациентов с диссиминированной или нерезиктабельной меланомой кожи. Как известно, предпочтительнее является назначение комбинированной BRAF и МЕК-таргетной терапии. Однако в случае назначения терапии только BRAF-ангемиттерами, рано или поздно можно столкнуться с развитием резистентности к монотерапии, что непосредственно ведет к прогрессированию заболевания. Основные механизмы развития резистентности – это реактивация пути передачи сигнала MAPC, усиление передачи сигнала посредством пути 5.3K. Добавление МЕК-ингибитора может предотвратить развитие резистентности, обусловленным данным механизмом. Другие преимущественно комбинированной таргетной терапии. Как показано в исследовании COMBIV и COMBRIM, двойное ингибирование МЕК и BRAF увеличивает общую возжимаемость у пациентов, не получавших предшествующую терапию BRAF в монорежиме. Также и увеличивается частота объективных ответов на фоне комбинированной терапии по сравнению с монотерапией. При объединенном анализе двух исследований было выявлено, что у 20% пациентов, получавших комбинацию, был достигнут полный ответ, и у 58% сохранился он наш на протяжении 39 месяцев после начала терапии. Следствием этого являются и более высокие показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости у больных меланом, получивших оба препарата. Но прямым этому подтверждением являются результаты вышеперечисленных клинических исследований. Таким образом, наиболее выигрышным вариантом является комбинированная терапия, имеющая ряд преимуществ, как уже было сказано. Усиление ингибирования опухолевого роста, также комбинация препятствует или замедляет развитие приобретенной резистентности, блокирует парадоксальную активацию пути МАПК, увеличивает частоту объективных ответов, общую выживаемость, безрецидивную выживаемость у пациентов с меланомой кожи без предшествующего использования только BRAF-ингибиторов. На данном слайде представлена сравнительная характеристика всех возможных вариантов лечения пациента с метастатической меланомой в первой линии. И по показателям частоты объективного ответа, безусловно, лидером является комбинированная именно таргетная терапия. По показателям длительности эффектов, соответственно, на первое место выходит иммунотерапия. Также важно отметить, что в случае прогрессирования на таргетной терапии назначение препаратов, отличающихся по механизму действия, впоследствии могут вернуть чувствительность к таргетной терапии. Повторное использование BRAF-ингибиторов вместо химиотерапии у ранее прогрессировавших на данной терапии пациентов может увеличить общую выживаемость и значительно улучшить качество жизни. Уже давно во всех рекомендациях мы имеем данные по поводу назначения BRAF-ингибиторов у пациентов с метастатической меланомой и положительным BRAF-статусом. Однако именно у определенной когорты мы добьемся более эффективного эффекта от лечения. Это пациенты с большей опухолевой массой, высокой скоростью прогрессирования заболевания. На данном слайде уже представлены рекомендации НССН последние и рекомендации РУССКО, где таргетной терапии комбинированной, что важно отметить, выделено свое место. Что касается токсичности, как уже Диларом Хамидовна выше говорила, абсолютно управляемая, предсказуемая токсичность, частота развития побочных эффектов в третьей-четвертой степени на комбинациях незначительная, что позволяет пациентам спокойно находиться на данной терапии. Также важно обратить внимание на то, что на основании рандомизированных исследований было выявлено, что токсичность комбинации BRAF-МЕК ингибиторов ниже, чем токсичность BRAF. То есть мы выигрываем не только в объективных ответах, в общей выживаемости, безрецидивной выживаемости, а также и по токсичности комбинация является более оптимальным вариантом. При комбинированном режиме реже развиваются злокачественные опухоли кожи или другие гиперпроферативные процессы, но чаще бывают другие нежелательные явления, такие как лихорадка, озно. В целом профиль токсичности весьма предсказуем и управляем. В заключении стоит отметить, что комбинация ингибиторов BRAF-МЕК у больных диссиминированной меланомой кожи, терапия выбора в случае наличия мутации BRAF, в случае необходимости быстрого и гарантированного ответа, предпочтительное назначение комбинации препаратов анимонотерапии, и повторное назначение комбинации ингибиторов BRAF-МЕК после перерыва также может быть эффективным. Спасибо за внимание.